Со 2 по 28 февраля территориальная избирательная комиссия вместе с городской газетой «Вестник Заполярье» проводили конкурс «Азбука избирателя». Лабытнанцы отвечали на вопросы викторины, которые публиковались в каждом февральском номере. Сегодня в администрации города состоялось награждение самых активных и эрудированных читателей. Репортаж Светланы Кель. Идейный вдохновитель городского конкурса «Азбука избирателя» к потенциальным участникам особых требований не предъявляли. Главное, чтобы возраст был не младше 18, и чтобы конкурсант имел представление о выборах и избирательной системе. Читатели газеты блистали своими знаниями и зарабатывали победные баллы на протяжении трех недель. В течение месяца мы опубликовали три тура этого конкурса. Нашим участникам предстояло ответить на три вопроса в каждом туре. И по итогам этого конкурса те, кто набрал больше всего баллов, признавались победителями. В этом году участие в конкурсах в общей сложности приняло более 40 человек. Причем это школьников среди нет, них нет, а это взрослые люди от 18 лет и старше. Приятно то, что не только продолжают участвовать те горожане, которые уже принимали ранее участие в подобных конкурсах, но и новые молодые лица, причем очень много мужчин, что, конечно, радует. И в целом я считаю, что таким образом мы совместно выполняем задачу по популяризации избирательного права, по повышению гражданской активности и правовой культуры нашего населения. Один из вопросов лабытнанским эрудитам организаторы подготовили с подвохом. Об этом председатель избиркома Татьяна Цитович призналась участником на подведение итогов городского конкурса. Несмотря на то, что конкурсантов осознанно пытались запутать, Наиль Гиптрахимов не подался на провокацию, а это значит уверенная победа. Имея высшее юридическое образование, приходится постоянно учиться, совершенствоваться, Поэтому в этот раз предоставилась возможность узнать о избирательном праве Российской Федерации. Поэтому были прочтены все нормы и даны правильный ответ. Сегодня помимо азбуки избирателя, конкурсная комиссия в лице Татьяны Цитович подвела итоги еще одного конкурса, уже творческого. Участникам предстояло изготовить тематическую открытку с Днем молодого избирателя. На суд компетентного жюри было представлено 8 электронных макетов. И только работа одного автора, Елены Рыковой, была ценена по достоинству. Елена Александровна, мне очень приятно. В следующем году молодые избиратели получат от нас открытку типографскую, яркую, красочную Со стихами вашего сочинения и персональной подписью о том, что авторские права на эту открытку принадлежат вам. Елена Рыкова активная участница городских конкурсов, объявленных избиркомом. Своей силой педагог первой школы попробовала и в азбуке избирателя. Но, по всей вероятности, вопрос подвохом сбил ее с верного направления. Как результат, второе место. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...